Приветствую вас на своем канале, у микрофона Данил Добро, канал Быстрый ПК. В этом видео я расскажу про российский ноутбук. Вот сейчас я держу зарядник от этого ноутбука. Фирма модель OCO. Не совсем знаю, как она правильно читается. Зарядник, кстати, сделан в Китае. Ноутбук же, во всяком случае, потому что написано на коробке. И в том числе на самом ноутбуке, вот тут вот внизу на камеру. Это я не могу показать, но тут по факту написано, что у нас модель B150i006S. И по-русски написано, что это ноутбук by the line, какой-то CN, видимо, какой-то индивидуальный номер, модель B150i. Ну и, разумеется, сделано в России OOICM Tecno. По факту его собрали в России, судя по всему. Корпус у него пластиковый, у них есть модели дороже и с металлического корпуса. И там процессор сильно мощнее. Из плюсов, конечно, у него тоже есть. Кроме того, что он еще пахнет, именно вот этот пластик. Коробочка, кстати, выглядит вот так. Ну, ничего необычного. Тоже на ней написано, что сделано в России. Хотя почему-то на том же самом Ozone написано, что он сделан все-таки в Китае. Видимо, что вопросов поменьше задавали, потому что по факту комплектующие, скорее всего, по большей части идут из Китая. Ну, а тут их просто, видимо, уже собирают. Может, конечно, производство у них значительно лучше уже сделано и значительно больше стали собирать, имеется в виду, из российских, из российского сырья. Но, судя по всему, что дальше, сильно дальше корпуса и каких-то, может, отдельных элементов, навряд ли что-то в России прям целиком и полностью собирается. Из, ну, российского, разумеется, сырья. Ну, опять-таки, точно не знаю, может быть, действительно уже производство очень сильно налажено и так далее. Все-таки на заводе я там не был, не могу ничего про это прям однозначно сказать. Можно, конечно, почитать их сайт, что они там сами пишут. Ну, опять-таки, прям вот, ну, как обычному потребителю, скорее всего, это не суть важно. Всех, скорее всего, больше интересует именно цена этого продукта. И, соответственно, качество, это, ну, на первом месте, на мой взгляд. Потому что даже если вот просто отечественно из-за этого покупать, скажем так, этот аппарат, ну, наверное, не совсем целесообразно. Потому что все-таки китайские ноутбуки, которые зарекомендовали себя уже, которые давно производятся, и по качеству не уступают. Чтобы, так сказать, упаковано все было очень хорошо, никаких претензий именно к упаковке нет. Так, ну, подробно я ее не вижу смысла показывать. Так, перейдем тогда к обзору. Сейчас я переключусь на основной микрофон, и вы оцените качество местного микрофона, который встроен в этот ноутбук. Сразу замечу, я его немножко усилил, чтобы вам было, ну, скажем так, лучше слышно, и было проще оценить качество записи. Замечу, что он у нас без всяких эффектов, улучшений и так далее. Так, вот я переключился на основной микрофон. Сейчас еще раз проверю. Да, это основной микрофон. Сейчас я немножко поближе пододвину, чтобы было лучше слышно. Потому что все-таки желательно тут, судя по всему, говорить прям как можно ближе к ноутбуку, потому что микрофон не самый чувствительный. Сам по себе. В остальном же, как мне кажется, качество записи этого микрофона, ну, вполне приемлемое. Конечно, может, бывает получше, но в целом не так все плохо. Так, а теперь вернемся обратно на полноценный микрофон Fifine. Так, вот я перешел обратно на свой основной микрофон. И немножко покажу вам про эту операционную систему, которая у нас стоит. У нас Windows 11, разумеется. Все прям максимально новое, учитывая, что процессор тут тоже у нас новый, 23-го года. Как мы видим, он на уровне... Этот процессор у нас N100. На уровне i7, i5, i5, i7, i7 и i3. Вот, кстати, i3 какой год, давайте-ка посмотрим. Это у нас i3 19-го аж года, представляете? То есть уровень-то какой, даже чуть мощнее. Что говорит нам о том, что, в принципе, данный процессор, ну, не самый прям плохой. Скажем так, но... Что-то тут у нас все покраснело, странно. В общем, он у нас выделяет 6 Вт. Ноутбук полностью на пассивном охлаждении, то есть он вообще не шумит. Там просто нечем шуметь. Потому что нету системы охлаждения так таковой. В целом, по этим характеристикам, это просто на такой бюджетный ноутбук. К сожалению, частота максимально тут 3,4 ГГц. Но по факту, судя по всему, на данной модели ограничили максимальную частоту примерно до 2,8 ГГц. Что, в принципе, нормально. Учитывая, что просто он плюс-минус работает на максимум 2 ГГц. Но, в целом, этого вполне достаточно. Даже вот сейчас я веду запись через UBS. У меня открыт браузер. Правда, я активно ничего сейчас не открываю, не делаю. И, в принципе, можно что-то понабирать. Ничего не тупит. И клавиатура тут тоже, в принципе, приемлемая. Единственное, что мне не понравился этот тачпад. То, что он как-то немножко дребезжит. Если им пользоваться, можно его отключить, отключить. Есть кнопки под этим. Есть кнопка увеличения и уменьшения звука. Есть кнопка заблокировать и выключить экран. Есть кнопка режим полета. То есть, ну, такая достаточно интересная клавиатура по функционалу. Все, в принципе, необходимо и есть. И все работает без особых проблем. Также я тут запустил операционную систему ROSA Linux. Сейчас покажу вам скриншоты, которые я сохранил на флешке. Так, сейчас все полностью открою, чтобы было лучше видно. Так, ну, это вот снимочек. Полный снимочек того, как выглядит изображение, если снимать на Linux. На винде примерно все то же самое. Это тест скорости. Тут у нас немножко засветился скриншот, потому что я, видимо, ну, просто неудачно сфотографировал. Так что это не какой-то там лак. Тут примерно та же самая история. Ну, тут уже все нормально. Ядро у нас 6.6.27. Linux. Linux было. И все запустилось без особых проблем, без каких-либо настроек. И Wi-Fi подхватился. Все подхватилось. И камера подхватилась, как вы видите. Все, я ее отключил. Вот так это все выглядит. Кстати, как мы видим, Linux потребляет каких-то жалких 2.7 ГБ. Ну, то есть максимум 3. Когда, как и винда, минимум потребляет где-то гигабайтов 4-5. Ну, и, соответственно, процессор, кстати, Linux тоже загружал немножко поменьше, чем винда. То есть это нужно понимать. То, что Linux тут работает. Это на тот случай. Если вдруг с Windows будут какие-то проблемы, Тут точно все запустится и никаких проблем нет. Еще я даже нашел информацию о том, Что на этом же процессоре запускали Linux и на других ноутбуках. И тоже каких-то проблем не возникло. Учитывая, что процессор от 2023 года, То есть он довольно-таки новый. Этот момент очень важен. Возможно будет для тех, кто покупает, скажем так, Как ноутбук в ближайшее время. На этом процессоре, либо со схожими характеристиками. Ну, именно по процессору в данном случае. Потому что, на удивление, поддержка есть. Вот опять-таки тест. Вот такой тут у нас 189 FPS. Почему-то у нас... Ну, вот тест батареи я также еще сделал. Хватает примерно на 2 часа 16 минут. В целом пишет, скажем так, Именно расход батареи считает достаточно точно ноутбук. То есть плюс-минус примерно столько хватает. Конечно, чуть-чуть можно округлить в меньшую сторону. Но на 2 часа его явно хватает. С небольшим даже запасом. Особенно если включить режимы нарезбережения. Так. Ну, вот скорость браузера. Замерил почему-то. Она периодически то была выше, то ниже. То есть, в зависимости, видимо, от того, На какой частоте процессор соизволит работать. Потому что почему-то частоту интелл-овские процессоры, Может, это их просто специфик, такая оптимизация. Она постоянно у них скочит. 2 часа 3 минуты. Вот тоже опять-таки. И вот тоже опять-таки затестил. Вот тоже тут все. Как видите, тут частота довольно-таки была высокая. Тут у нас тоже высокий FPS. Это у нас все был браузер Chrome, как я понимаю. Как-то вот не очень удобно. Тут то, что... Так, это у нас браузер Firefox все-таки, да? Это уже браузер Chrome. Вот, это браузер Chrome. Тут у нас, видите, 108. Браузер Firefox почему-то набрал меньше. Ну, это нормально для Firefox браузера. Ну, в целом, на эти цифры я бы прям сильно не ориентировался, потому что в целом ноутбука хватает под работу с браузером. Ну, может, только какие-то прям сверхтяжелые сайты, которые прям сильно грузят, могут тупить все. Ну, таких сайтов меньшинство, скажем так, соцсети, ютубчик, все, разумеется, грузится и без проблем. Это у нас Яндекс браузер. Тоже запустился без особых проблем. Опять скриншот по работе батареи. Ну, вот, если у нас в режиме энергосбережения, то вот, пожалуйста, он потребляет, может, около 2 часов 32 минут работать. В общем, как он и считает. В зависимости от нагрузки. Вот у нас N100. Вот примерно такие у меня получились прям максимальные, по-моему, значения, которые вообще могли бы быть у данного процессора. Если вдруг у кого-то есть такой же процессор, можете сопоставить с тем, что у вас получилось. Ну, тоже просто ради интереса, чтобы сравнить, сильно ли тут у нас урезана производительность. Правда, при уже стресс-тесте нам, по-моему, вода ведет максимум около 800 единиц. В общем, для сравнения, давайте-ка вот откроем вот еще вот это. Тут значительно меньше. Ну, а если брать и сравнивать с моим основным, ну, кстати, вот еще вот с этим интересно сравнить. Как видите, даже какой-то старинный я и третий тут сильно проверю. То есть процессоры какого-то там 2012 года, там плюс-минус, они прям сильно все хуже. Так, ну, тут тоже хуже процессор. И вот это вот уже процессоры, которые у меня на основном компьютере. И, разумеется, если с ним сравнивать этот процессор, ну, некорректное, конечно, сравнение, потому что это процессор ноутбучный, он уже по умолчанию урезан сильно. То, разумеется, тут у нас получается, хотя тоже тут на удивление, если так посмотреть, всего лишь он в 4 раза слабее, чем полноценный процессор на компьютере. Не так уж прям критично, если честно. Но у этого процессора есть один маленький нюанс. Тут очень, ну, так сказать, плохая видеографика. То есть видеоядро. Ну, это тут, разумеется, стройка, потому что бюджетный ноутбук. Причем стройка настолько плохая, что даже какие-то там 2D-шные игры она может не запустить. Хотя на первый взгляд кажется, что бы там запускать. Ну, 2D-шные игры все-таки. Хотя, по факту, видимо, не 2D-шные. Либо там какая-то 3D-шная отрисовка используется, то ли еще что-то. И она просто не запускается. Поэтому большинство игр из Стима, которые я решил поставить и проверить, они просто-напросто не запустились. Ну, либо запустились, но с такими тормозами и лагами, что играть в это было просто невозможно. То есть тут, прям тут точный ноутбук не для игр. Только самые-самые простецкие игрушки он потянет. 2D-шные, разумеется. Но что-то с 3D-шной графикой и что-то достаточно тяжелое, относительно разумеется, уже не потянет. Прям вот совсем. Так что для игр данный ноутбук вообще лучше не рассматривать. Прям вот совсем только самые простые игры потянет. Теоретически данный ноутбук интереснее брать, чем ноутбук от китайцев, на который будет сложнее найти детали, если вдруг что-то сломается. При этом за такую цену, за которую я взял данный ноутбук, примерно 26, ну 27 тысяч, максималку будем брать. Тут 27. Вот. Что-то найти сильно лучше, при этом чтобы процессор был новенький и при этом, ну, сопоставимо по производительности с тем, что тут есть, и чтобы тут было 500 гигабайтов SSD накопителя. Ну, сложно что-то найти получше. Можно, конечно, поискать и найти на каком-нибудь старом i5 процессоре или AMD 5, но надо постараться, чтобы что-то найти, что-то сильно лучше и при этом, чтобы оно точно было по качеству не хуже. В остальном же мне этот ноутбук понравился. Он устроил меня по всем требованиям, которые у меня были. Он тихий, прям совсем, потому что отсутствует система охлаждения и при этом все поддерживает, все работает. На этом у меня все. Благодарю за просмотр. До встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok